Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает Лопадом. Сегодня речь пойдет о замечательной сказке Антона Суэ про корову. Вообще, корова на льду – это мотив очень известный. Корова – это первое животное, с которым знакомится каждая толстенькая девочка. Честно говоря, это ужасно. И, конечно, вот лучшие метафоры для несоответствия своего внешнего вида, своего происхождения, своего телосложения, пожалуйста, если уж на то угодно, хотя это метафора, конечно, это не имеется в виду вес, для несоответствия своему призванию, своей мечте просто не подобрать. И корова, которая хочет танцевать, хочет участвовать, не знаю, в балете, в конкобежных выступлениях, в другого рода представлениях, я не скажу каких, и здесь вы в конце книжки все узнаете. Вот, эта корова, конечно, представляется очень смешной. И вот корова, чудесно совершенно нарисованная в этой книге аж два художника. Это Ольга Попугаева и Дмитрий Непомнящий. И я вам скажу, что абсолютно брейгельский пейзаж, посмотрите на фоне, он полностью соответствует глубине проработки этих иллюстраций. Здесь изумительный создан мир, очень-очень запоминающиеся персонажи. Они абсолютно живые. Вы посмотрите на морды этих медведей, опять же, не скажу где. Эти медведи, это просто, они, вот, у них абсолютно человеческое выражение лица. Художнику удалась не только главная героиня, как это часто бывает, но и огромное количество второстепенных мест в иллюстрациях. И кто из них, кто рисовал, что из них рисовали, я не знаю, да. Но оба художника, видимо, вместе вот сошлись в одном прекрасном союзе, потому что здесь все очень гармонично и все очень стильно, да. Вот, посмотрите, копыта у нас ведут к ледовому, к тому самому полю, да. И вот Амуля рисует, значит, на льду, как волк из на поезда, погоди, рисует коньком свою подпись. Вот, но на самом деле здесь главное это не то, что она хотела быть танцовщицей на льду, да. Она хотела быть спортсменкой, она хотела выступать. А главное в том, что эта сказка абсолютно современна, от первой до последней буквы, и абсолютно понятна современному ребенку. Современный ребенок с трудом представляет, что такое ферма. Он, если и бывал там, да, то на экскурсии. Я имею в виду сейчас, конечно, городских детей, да. Те, которые, как и я, провели все детство каждое лето, по три, по четыре даже месяца, когда там позволял учебный год в деревне, они прекрасно понимают, что это такое, хотя сами, может быть, и не ухаживали за животными, но, по крайней мере, природу чувствуют, да. А ребенок, выросший в каменных джунглях, в принципе, не понимает, что такое коровник, да. Коровники разные бывают. И вот та деталь, которая позволила Муле, главной героине, познакомиться с азами фигурного катания, а самое главное и проникнуться в великой музыкой Чайковского, и не только его, это телевизор. Зачем телевизор в коровнике? Ну уж не для того, чтобы доярки не скучали, конечно же. Это знаменитая методика, она реально применяется, об этом можно почитать в прессе, в интернете найти информацию, о том, что коровам и другому, простите меня, крупному и некрупному рогатому скоту, ставят музыку, и они слушают музыку классическую. От этого увеличивается удои. Как это работает, никто не понимает. Ученые хром говорят шарлатанство, да, но факт есть факт. Вот сами подумайте, рачительный немец или голландец, который содержит высокотехнологическую ферму, вот, у него нет вот таких почетных грамот, я говорю, детали в этих иллюстрациях, это вообще, смотри, даже почетная грамота есть на этой ферме, значит, в этом коровнике висит, конечно же. Фермер такой, такой крепкий, такой хозяйственник, у него все хорошо, вот, значит, и, конечно, Мулю-то, остальные-то корову не понимают. Вот, опять же, я вас сегодня утомлю упоминанием прекрасных деталей, но посмотрите, какой жест делает корова, глядя на танцующую посреди коровника Мулю, да. Он надел его так, ой, 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 и это наша коллега, о, боже. Вот, весь коровник придает ей проклятие. Вот. Сами подумайте, рачительный немец или голландец стал бы проводить проводку дополнительную, динамики развешивать по коровникам на ферме, да, вот в своем уме. Ну, нет, конечно, никогда. Это реально помогает. Так вот, действительно, Муля насмотрелась фигурного катания, полюбила его, как всем, и я тоже в этом отношении крупный рогатый скот, потому что я на коньках стоять не могу, вот, пробовал, сразу же упал, ушибся, и на этом все, мое конькобежное детство закончилось. Значит, соответственно, все, что я знаю о фигурном катании, это красивые вот эти вот показы на телевидении, еще советское телевидение, как мы все болели за них. Ну, это возвышенный вид спорта. Ну, кто со мной не согласится, да? Вот. Особенно, конечно, произвольная программа, особенно, значит, выступления художественные. Начинается все не сладко. Разумеется, Муле помогают. Ей помогает, значит, мальчик, это внук этого самого фермера, Петя Брейкин, вот, с прекрасным своим шаманом, не скажу кем, ну, с котом, конечно, да. Вообще, кличка такая забавная. Очень много забавных деталей, которые приближают эту историю. И сама история абсолютно современная, потому что здесь важно, чтобы ребенок почувствовал доверие. Он понял, что это не очередная сказанная корова, которая, как склиз, может вообще взлететь вот этим, на эти крышки, да, как в мультфильме полететь, да. Ну, выдумать-то можно все, что угодно. Ну, а это-то практически полная правда. Ну, где-то в деталях автор погрешил. А так, пожалуйста, в любом коровнике есть своя звезда. Ну, вот. И, конечно, по-моему, это универсальная афоризма. И, конечно, ребенок считывает вот эту информацию мгновенно. И то, что потом огромные миллионные просмотры ролик на Ютубе наберет, это важнейшая деталька. Потому что современный 4-5-летний читатель прекрасно знает, что такое детский Ютуб. И он прекрасно понимает, какие ролики нравятся ему, а какие нет. И он понимает, что кто-то это снимает, что вот это вот все стоит только допустить ребенка до компьютера. По поводу раннего приобщения ребенка к компьютерам, я придерживаюсь консервативных, очень строгих взглядов. Чем позже, тем лучше. Почему? Потому что сначала пространственное воображение должно развиваться, логические игры, обучение чтению и так далее, рассматривание красивых иллюстрированных книг, только потом движущиеся картинки. Потому что с ними ничто не сравнится. Это наркотик. Он упадет туда, в эту бездну, и потом его оттуда надо будет с большим трудом доставать. Как я сейчас достаю дочку. Достаю в прямом смысле слова. Из этой бездны за шкирку. Потому что ей... Мультик... Книга не может конкурировать с мультфильмом. Вот разве что это так хорошо проиллюстрировано. В очередной раз вы поняли. Видите, это весы. Это вот такая штука с прорезью, это он. Это оказывается весы. И здесь на этих весах фермер смотрит, какие коровы. У него хорошие, какие нет. Посмотрите фигурную выточку под этих коров. Прорезь. Мули, конечно, не соответствует этим габаритам. Но вы не можете не улыбнуться. Этот художник придумал, это совершенно реализовал. Потрясающе. Так вот, значит, у Мули, конечно, все получится. Но впереди их ждет встреча со злодеями. Злодеи эти совершенно потрясающие. Впереди их ждет, ну, просто гениальная сцена, когда они выходят кататься на роликах. Ну, лед растаял летом, надо же как-то тренироваться. Хопа, ролики, прекрасный выход. Корова встает на ролики, они едут в город, и там встречаются с ребятами, которые говорят, вау, первый раз в жизни вижу корову. Отдельное спасибо Антону Сою за эту фразу, потому что дочка увидела корову первый раз в жизни. Конечно, не в возрасте этих детей, уже гуляющих самостоятельно, там, в начальной школе учатся, или даже в средней школе, а гораздо раньше. Но все-таки в зоопарке. И была потрясена. Потому что, фу, боже. И вот, вы уверены, что молоконы бывают из-за этого, вот, да? Его выражение на лице. Вот. Соответственно, конечно, вот эта фраза прекрасна. Но потом они, конечно, изумляются корову, да сразу и на роликах. Вот этого никогда они, конечно, не видели. Вот они, злодеи. Абсолютно такие вот, прямо сошедшие со страниц вестерна, написанного Стивеном Кингом. А-а-а! Такие вот, прямо смачные. Ну, это, конечно, гротескные, да, карикатурные персонажи. Но они настолько придуманы, вот, хорошо, что прям вот, прям вдрожь бросает, вот, зловещий, да. Ну, разумеется, вы узнали, значит, весельчака У и Крыса из «Гости из будущего». А также еще десяток других парочек злодейских, да, которые в разных книгах и фильмах всплывают. Да, это типажи, да. Но они великолепно совершенно реализованы художникам. Абсолютно великолепно. Вот. И эти, конечно, злодеи, они свое слово скажут, потому что у них есть свои виды на эту корову. И вот о видах-то я хотел бы и сказать под занавес. Потому что, на самом деле, конечно, мечта мальчика это очень правильная, сформировавшаяся мечта. Несмотря на современные реалии, он не хочет озолотить Мулю и себя, как тренера. Ему сразу говорят, это вы всемирно известный тренер будете, вы будете и так далее. Он хочет добиться не славы и богатства, он хочет добиться красоты, он хочет, чтобы люди радовались, смотря на Мулю. Это очень правильный посыл. Потому что у нас был целый пласт детской перестроечной литературы, когда страна Лимония затмила полностью взор писателям и читателям юным. И там, значит, финал был такой, как в разбойничьих романах. И что простительно Эмилио Сальгари, то не простительно писателю 21 века, разумеется, детскому тем более. Поэтому это очень правильная книга. Конечно, они хотят заниматься высоким искусством, а не тем, чем занимаются злодеи, ну там прочтете. И, конечно, это потрясающе совершенно у них получается. Но, вот самое еще важное в этой истории, что меня пленило и покорило до глубины души. Ведь в этом коровнике-то скрыта бездна, бездна. Обратите внимание на последнюю фразу книги о том, что, а теперь у фермера закрадывается мысль о том, что одна из коров-то не дурственно по утрам поет чего-то. Следующий. Вот. Потому что первая реакция фермера, когда он увидел корову на льду, ты опозорил меня! И вот тут я почувствовал настоящего фермера, сошедшего со страниц Василия Белова. Такого вот мужика. Ты мужик! Мужик! Ну, мужик! Корова должна доиться! А она тут на коньках! Ты вон отсюда! Чтобы ноги твоей на ферме у меня не было! Думал, будет он мне помогать! А он мне корову выучил кататься на льду! Позорище! Вот. А потом, значит, когда он увидел, уже по телевизору-то когда видишь вот это свое творение, да, когда муля там растекает, мужики-то ему сказали, ух ты, ничего себе у тебя корову-то, а! Ну, ты даешь, да! И он почувствовал, что он все-таки мужик, да, и внук-то у него вообще му-гу-гу, да, но хоть немножечко и не так, как это принято в традициях и обычаях русского народа. Вот. В общем, это прекрасная, совершенно сказка. Она очень мотивирующая, причем по самым разным параметрам. По ней разбросаны, как маячки, вот такие вот современные приметы, которые делают историю абсолютно реалистичной для современного ребенка. И самое главное, написано легко, непринужденно, не увязает нигде, не пробуксовывает, не на образах каких-нибудь там злодеев или на описание каких-нибудь там фигурных пируэтов и так далее. Это все читается в легкую, за два вечера, прекрасно, совершенно настраивая ребенка на, ну, скажем так, на занятия прекрасным. Чем бы он ни занимал, чем бы он ни занимался, рисовал, танцевал, лепил, неважно. Главное, чтобы он был как муля, верил в себя и добивался победы. Потому что даже встать на две задние копыты, две задние ноги, конечно, на льду, было уже большой победой. для караута. Спасибо за внимание. Читайте, наслаждайтесь.